МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте! С вами программа Модный приговор на Первом канале. Со мной мои любимые соведущие. Обвинение, как всегда, представляет эксперт моды Эвелина Хрунченко. Человек, который знает о моде все и даже больше. А защиту представляет народная артистка России Надежда Вапкина, защитница всеярусов. Вести модный суд буду я, историк моды Александр Васильев-Приступин. Итак, сегодня мы слушаем дело об искусстве быть женщиной. Елена Ухабина обвиняет своего руководителя Елену Огронник в том, что она не вызывает доверия АПЛОДИСМЕНТЫ Также в студии присутствует группа поддержки. Близкие друзья наших героев поприветствуем их. АПЛОДИСМЕНТЫ А сейчас приступим. Елена, просим вас подойти к микрофону. АПЛОДИСМЕНТЫ С добрым утром, Елена. Что у вас за претензии к вашему руководителю? Я работаю администратором в психологическом центре под руководством Елены. Изначально я пришла и познакомилась с Еленой в качестве клиента. И сразу же разочаровалась ее внешним видом. Я ожидала встретить элегантную, очень красиво одетую женщину, которая всем своим образом создает впечатление успешной женщиной, которая сможет научить меня так же выглядеть и так же чувствовать себя. И увидев Елену, я разочаровалась и, честно говоря, мне даже захотелось сразу уйти. Но Елена сразу расположила к себе, перекинувшись буквально несколькими словами, и внешний образ отошел на второй план. Но я хочу сказать, что Елена как руководитель и как ведущий психолог должна выглядеть значительно элегантнее и красивее, нежели сейчас. Да, ну что ж, будем разбираться. А вы, Леночка, согласны с обвинением? Нет, я не согласна, потому что, в принципе, я считаю, что я достаточно хорошо отношусь к своей одежде. Я более 12 лет консультирую, занимаюсь психологией. И у меня очень большое количество клиентов. Для меня одежда, в принципе, не главная. То есть я, конечно же, придаю ей тоже большое значение. Я считаю, что она должна быть аккуратной, опрятной, качественной. Но для меня главное внутреннее состояние, потому что я считаю, что я мастер внутреннего преображения. И женщины, которые приходят ко мне, они приходят для того, чтобы почувствовать какой-то внутренний баланс и получить от меня какую-то волну, которая поможет им дальше преобразовать свою жизнь. Поэтому реально одежда, конечно, важная, но для меня важнее мое внутреннее состояние, над которым, собственно, всю жизнь я и работаю. Но потом, Александр, знаете, приходит для того, чтобы получить элементарно подсказку, как себя вести, как выкрутиться из той или иной ситуации, в которую попал человек и даже не готовил себя к этому. А одежда у Леночки замечательная, что в цветочек. Нельзя сказать, что все есть, но все в меру, понимаешь? Все очень деликатно. Вот я лично поддерживаю 100%. Ну что ж, давайте сразу посмотрим на гардероб Елены, чтобы узнать, насколько прекрасен ее внутренний мир. Пожалуйста. Будьте добры, Евелина, разберите гардероб этой целительницы душ женских. Так, смотрим, что же мы видим. Ну, вы знаете, в принципе, у женщин же есть такое качество, оно, в принципе, отвратительное, конечно. Когда они видят другую женщину, которая одета значительно хуже, чем они, и выглядит значительно хуже, чем они, им хорошо становится. Это вот как раз тот случай терапии. Потому что наша героиня, она женщина симпатичная, она прекрасно выглядит, у нее роскошная кожа, у нее хорошие, качественные, ухоженные волосы, красивые глаза, приятной формы руки, милая фигура. И, конечно, те вещи, которые сейчас она принесла с собой, показать нам на своей ешелке, выглядят несколько более взрослой, чем она. Есть проблема. А иногда и чуть-чуть побольше по размеру, чем она. Потому что вот даже визуально, прикиньте это платье на эту женщину, и станет абсолютно понятно, что платье куда глобальнее, нежели сидящая перед нами дама. Есть еще один момент, который довольно распространен среди тех женщин, которые ставят на первый план внутренний мир, и совершенно не заботятся о том, как они выглядят внешне. Этот момент связан с тем, что одежда в их гардеробе живет очень долго. И в гардеробе нашей героини есть тому несколько таких существенных доказательств. Ну, в последний момент, перед тем, как, видимо, прийти на нашу передачу, наша героиня спохватилась, и на первый план она повесила вещь, которая ей, несомненно, подошла бы, украсила ее, наденена ее сегодня. То есть, по большому счету, она знает, что ей идет. Просто она никогда не обращала на это внимания, никогда не придавала этому значения, и всегда считала, что, может быть, даже какая-то репрезентативная одежда не то, что украшает ее, а наоборот, не красит ее с точки зрения морально-нравственной. Видимо, устои в семье были такие. Но вот сегодня нам предстоит разубедить эту прекрасную даму. Перед нами умная женщина. Я думаю, она сразу же все поймет. Спасибо большое, Елена. Присаживайтесь. Слово Надежде. Знаете что, Леночка, дорогая, вот назвать мою подзащитную Лену, да, что она не женственная, не привлекательная, вообще нет никакого смысла. Абсолютно женственная, несмотря на то, что у нее мало количества юбок, если не сказать, что их вовсе нет, там, брюки, это все замечательно. Я могу с уверенностью сказать, что моя подзащитная Елена, коли здесь находится, у нее есть неотъемлемое желание стать привлекательной и красивой. Правда же, Лена? Да. Вот, понимаешь? А это уже больше половины успеха. Вот искусство быть красавицей, привлекательной, от которой глаз не отвести, за которой хочется наблюдать, присматриваться и так далее. Это как раз вот то дело, в котором мы ей поможем. И она такой обязательно станет. Спасибо большое, Надежда. Спасибо вам, Елена, присаживайтесь. А я вызываю нашу подсудимую. Елена, пожалуйста. Правильно ли я понимаю, Елена, вы по образованию психолог? Или просто это ваше состояние души? Нет, я по образованию психолог. Это мое второе образование. Первое мое образование – это мои. Я закончила авиационный институт. И я вообще из династии авиаторов. Поэтому после окончания школы, куда мне идти? Но передо мной даже вопрос не стоял, потому что все мои родственники, все закончили авиационный институт. Поэтому, соответственно, я пошла в авиационный институт. Успешно его закончила, потому что я очень люблю учиться. Но когда я пошла работать на авиационный завод, я поняла, что это вообще не мое. Не понравилось вам? Нет, вообще абсолютно не мое дело. Но я начала искать себя. И вы поняли, что вы психолог? Нет, Саша. Нет, пока не поняла. Не все так сразу? Быстро, да, не так быстро. То есть я сначала пошла шить. То есть я приобрела профессию. На курсы, да? Да, пошла на курсы кройки шитья. Потом, но учитывая, что я люблю учиться, я на этом тоже не остановилась. Я пошла учиться на модельер, на закройщика, на вышивку. Закончила все, что возможно по шитью. Понимаю. И где-то 7 лет я шила. А что вас привело в психологию? Наверное, привела какая-то нужда. И, наверное, не были мысли такие позитивные, а какая-то личная проблема. И решила в этом разобраться. Да, Лена? Так она и была. Прямо точку. То есть началась вся моя история с того, что я полюбила вот этого прекрасного мужчину. Полюбила вот этого прекрасного мужчину. А он правда красавец? Это было ни много ни мало 32 года назад. Какая молодец. Да. Вся моя семья как бы была против моего выбора, потому что, ну, как бы он не соответствовал тому, что для меня приготовили родители. То есть у меня на тот момент тоже был уже жених, которого они видели рядом со мной. Ну, конечно же, 20 лет любовь. Конечно же, я все выслушал честно, как послушная дочь. И сказала, ну, это мой выбор. Да. И вышла за него замуж. О, и не жалеете. В 20 лет. Так, Лена, вот интересно, что потом было. Это же, я же все спрашиваю, для чего. Почему привела тебя судьба в психологию? Дальше было так, как предначертали мои родители. У нас очень разные характеры. И я привыкла, что в семье меня баловали. Я такой, ну, балованная девочка. То есть мне всегда дарили много подарков. Я всегда в день рождения просыпала в шариках. А в цветах. Муж мне этого предоставить не смог. Он, ну, не сильно, серьезно относился к шарикам, к цветам. И я потеряла вот эту часть заботы, которая была мне очень важна в жизни. И у нас начались достаточно такие серьезные скандалы. Потом у нас родились дети, что тоже добавило, как бы, масло в огонь, потому что начались еще большие проблемы. И это все длилось в течение 20 лет. 20 лет у вас были проблемы? Да. Ни много, ни мало 20 лет. С его стороны претензии были в том, что я плохая хозяйка, что недостаточно заботы, недостаточно уюта, недостаточно тепла. Со стороны детей были претензии в том, что я недостаточно заботливая мать. А я как бы пыталась это все нести на своих плечах. Лен, а вот несмотря на вот эти вот 20-летние скандалы, ты все равно была уверена, что ты его любишь, и что он не хочет с ним разводиться. Я всегда пыталась найти выход из создавшейся ситуации каким-то другим путем. И в какой-то момент, ну, естественно, я поняла, что больше я не могу. У меня началась депрессия, у меня такое ощущение, как будто я попала в замкнутый круг. Я где-то внутри глубоко понимала, что что-то не то делаю я, наверное. Раз вокруг меня такая создается ситуация, наверное, проблема во мне. И вот в этот момент я решила, что надо к этому подойти как-то профессионально. А кто может профессионально научить? Только психолог. И тогда мой путь как раз и пошел. И вы решили сами себя воспитать. Леночка, и что изменило в своей жизни после того, когда ты прикоснулась к психологии? Что ты поняла? Вот что ты сделала? Ну, первое, изменилось мое внутреннее состояние. То есть я приняла всех людей, начала принимать всех людей такими, какие они есть. Я смогла посмотреть реально на эту ситуацию и, во-первых, понять, что предназначение мужчины и женщины совершенно различно. То есть женщина вообще, по идее, хранительница очага. Это правда. Мужчина, когда женщина хранит очаг и заботится о нем, о детях, он тогда берет на себя всю ответственность об обеспечении семьи. Да, да. Он идет на охоту и тогда уже что-то добывает. Ну и по дороге подстреливает какую-то новенькую дичь. Ну, тоже. Может быть. Саша, давайте спросим Виталия, супруга Ленинова. Скажи, пожалуйста, а вот изменились какие-то отношения в семье, когда Лена разобралась в неких причинах и как она считала нужным? В общем, да. А в чем это проявлялось? Скажи, пожалуйста. Ну, начнем с того, что она психолог от Бога, а не просто по диплому. И когда человек понимает то, что он делает, это уже... Ну, человек стал спокойнее, лучше и... Ну, как сказать, проблем меньше. А вот скажи честно, тебе хотелось, чтобы она красивой стала, переоделась? Хочется, конечно, но я так не особо внимания-то не обращал. Как не особо внимания обращал? Вот это нормально! Нет, вот именно поэтому он и не обращает особенного внимания. Лен, скажи, пожалуйста, ну а вы до этого, конечно, не пытались сесть за стол переговоров, друг другу сказать претензии свои, что мне не нравится в тебе это, а он тебе говорит, а мне не нравится в тебе это. Не говорили? 20 лет пытались. А, ну нет? Ничего не вышло. И ни разу друг друга не слышали. И не пришли к концу. Все понятно. Нет, мы просто друг друга реально не услышали. Как это так? 20 лет! А знаете почему? Потому что друг на друга злились и не понимали, что происходит. А на самом деле этот конфликт не мог разрешиться, пока Лена не сделала правильные шаги. Она отступила. Она не стала драться за первенство положения в своей собственной семье. Она пыталась ее сберечь. Она сохранить ее хотела. Не только хотела, она ее и сохранила. Своими профессиональными навыками. И я вам хочу сказать, мои дорогие, быть женщиной это огромное искусство. Это большой труд. Понимаете? Проявлять вот эту женственность. Знаете, у нас есть наши женские инструменты. И нам надо уметь ими пользоваться. Создать такие ситуации и сакцентировать, чтобы мужчина себя почувствовал мужчиной. Ничем не ущемленный. Даже если он чуть-чуть медленнее все делает, чем женщина могла бы. Ну дайте ему эту возможность. И отношения будут совсем другие. Я абсолютно убеждена. А тебя переоденем, Лен. Выдешь отсюда, красавица. Спасибо, Надежда. Продолжение этой истории, а также модные советы совсем скоро. Сегодня мы вам расскажем о модных экспресс-укладках. Не переключайтесь. Будьте с нами. С вами программа «Модный приговор» на Первом канале. Мы слушаем дело об искусстве быть женщиной. Итак, Елена, вас будет опрашивать Эвелина Хромченко. Пожалуйста. Я думаю, что вот это вот сокровенное знание, которое вы получили во время вашего второго высшего образования, оно в быту очень просто артикулируется. Мужчина никогда сам ничего не поймет. Не надейся. Дай четкие инструкции. Не надо надейся. Что купить в ювелирном магазине, а что в продуктовом. А у вас были какие-нибудь такие же откровения, после того, как вы потратили на это, в общем, немало времени? Ну, отчасти, конечно, были. Первым делом, женщина должна мужчине дать свободу. И он вместе с ней должен учиться быть мужчиной. То есть женщина должна быть сама заботиться о себе, о своем совершенстве, для того, чтобы мужчина хотел возвращаться к ней. И ни в коем случае не следить в какую-то там камеру, куда он ходит, когда он приходит и когда он уходит. Вот вы сами сейчас сказали, что в этой системе ваших медалей существует определение, женщина должна ухаживать за собой. Вот как вы-то ухаживали, что довели ситуацию до сегодняшней, когда муж говорит, я на ее одежду внимания не обращаю. Это вот как? Ну, вот понимаете как, ведь это дело тоже такое двоякость. С одной стороны, можно это так понять, а с другой стороны, я услышала в этом комплимент, что она настолько прекрасна, что я даже не обращаю внимания на ее одежду. Не уверен. Я не уверен. Может быть она настолько банальна, и жена меня так давно ничем не удивляла, что я и изо дня в день вижу все то же самое, и поэтому не обращаю больше внимания. Давайте дадим Виталию свободу воли. Виталий, возьмите микрофон. Есть понятие внутренний мир, и в общем-то одежда, она ну как бы, ну не всегда, так сказать, должна там быть супер-пупер. Ну иногда должна. Вот наши победили муж и жена, одна сатана, это сто процентов. Нет, ну а вы как хотели, чтобы он ее подвел? Елена, вы выросли в интеллигентной и обеспеченной семье. Скажите, а вы сами говорили, вам ни в чем не отказывали. Это самое ни в чем не включало в себя нарядное платье, только шарики, подарки на день рождения, приятный сюрприз. У нас на самом деле семья, в которой не сильно был акцент на одежду. Одежду, нас всегда приучали, одежда должна быть аккуратной, опрятной, чтобы всегда ты выглядел достойно. Но если стоял вопрос между покупкой одежды, то есть я, конечно же, приходила как девочка, да я и сейчас, в общем, очень хочу быть эффектной, красивой, но это тоже мое очень большое желание. Но когда я приходила и говорила, что я очень хочу какую-то красивую одежду, мне отвечали, что, понимаешь, либо ты идешь на курс английского, либо ты идешь плавать, либо ты идешь учиться танцевать, либо ты выбираешь красивую одежду. Я всегда выбирала обучение. Всегда. Потому что для меня учеба – это какое-то путешествие совершенно в другой мир. Я даже ни разу не ездила за границу, потому что когда тоже у меня вставал вопрос, вот ехать отдыхать или выбрать дорогое, качественное обучение, я всегда выбирала обучение. Ну, просто мне действительно это странно, потому что, например, вот в моей системе координат путешествия – это тоже образование. Обучение иностранному языку невозможно без посещения страны избранного языка. Одежда – это тоже воспитание. Я уверена в том, что наша героиня быстро наведет порядок в собственном гардеробе, потому что она отличница по натуре и привыкла все воспринимать очень широко. Как говорили во времена ее институтского детства – диалектически. Спасибо большое, Эмелина. А у нас с вами настало время модных советов. Современные женщины необходимо успеть многое, стать успешной в работе, быть заботливой матерью, внимательной женой и при всем при этом выглядеть отлично. Именно поэтому наша задача сегодня – научить вас делать быстрые укладки самостоятельно дома. Наш эксперт, стилист, парикмахер Александр Эдельберг раскроет секреты экспресс-укладки для разной длины волос. Итак, встречаем! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Александра, здравствуйте! Здравствуйте! Всегда выглядите очень хорошо. Рады вас видеть. Наконец-то все сняли головные уборы и стремятся продемонстрировать свои волосы во всей красе. Да, конечно, теперь можно без опасений снять головные уборы и показать свои роскошные волосы. Но, к сожалению, распущенные волосы не всегда выглядят опрятно. Да, иногда бывает это даже скучно для каких-то мероприятий или особенных прогулок. Поэтому хочется же быть в тренде не только с цветом волос, красивым, с формой, но и с актуальной укладкой. Какие экспресс-укладки вы могли бы нам продемонстрировать? А вот как раз мы сейчас не только расскажем, но и покажем, как это можно сделать самостоятельно в домашних условиях на наших моделях. Модели в студию. С кого мы начнем? Да, мы покажем укладки на разной длине волос. Начнем с первой. С вас. С самых длинных волос. Какая стройная и красивая модель сегодня. Да, Аленушка, ты мне будешь помогать. Здесь мы, видите, заплели две косы. Обычные косы из трех прядей. Разделили волосы на две части. Либо прямой пробор можно сделать, либо диагональный, какой вам больше идет. Можно их сделать чуть более объемными. Не обязательно здесь волосы могут быть одной длины. Это может быть и градуированная стрижка, и более короткие волосы. И теперь все достаточно просто. Мы завязываем их между собой в узел. Фиксируем этот узел шпильками или невидимками. То, что у нас есть дома. И насколько позволяет длина волос, можно связать их, пока волосы, пока длина волос не закончится. Вот таким образом. Замечательно. Тщательно фиксируем. Действительно очень просто и быстро, и оригинально. Тем более косо заплести само себе на затылке, я думаю, что это несложно. А вот кончики, мы их все-таки оставляем так вот по-никольски? Их можно оставить распущенными, а можно заколоть и убрать, чтобы досмотрелось-то более аккуратно. Получается очень элегантная, быстрая и вдоль секунд успешная укладка. На любое мероприятие. Да. Главное не жалеть шпилек. Да, не жалеть шпилек. И можно добавить немного лака для волос. Для того, чтобы это все-таки каким-то образом закрепить. Совершенно верно. Прекрасно. Спасибо вам, красавица. Кто вторая? Следующая дама в розовом. В розовом гипюре. Трансизоны, между прочим. И волосы роскошные. Ну, а если не хочется собирать волосы полностью, да, кстати, в предыдущей укладке можно тоже их частично распустить и оставить свободными, то тогда мы можем прибегнуть к такому варианту. Во-первых, волосы могут быть абсолютно любой текстурой. Это могут быть прямые волосы, натурально вьющиеся, либо накрученные на щипцы. Мы выделяем пробор от уха до уха. Выделяем и делим его на три части. Вот две у меня уже разделено. Скручиваем вне тугие жгуты от лица, фиксируем их на затылке, можно чуть выше, можно чуть ниже. Шпильками или невидимками? Невидимками, конечно, да, чтобы здесь просто-таки держалось все плотнее. Фиксируем. Затем собираем концы волос от жгутов в одну прядь, скручиваем в один жгут и оборачиваем вокруг основания. Очень оригинально. И мы в этом фиксируем также шпильками или уже невидимками. То есть вы делаете некий крендель. Да, имитацию заколки. Если ничего не нашлось дома интересного и симпатичного, чтобы подобрать к костюму, то можно воспользоваться собственными волосами. Волосами вы сделали имитацию заколки. А теперь общий объем мы оставляем. Его можно либо оставить, либо вот так вот слегка спружинить, чтобы визуально добавить объем. При этом количество... Очень красиво и элегантно. При этом количество жгутов может быть разное. Если у вас время позволяет, то их может быть и 4, и 5, и больше. И можно собрать таким образом и полностью всю длину волос. Оригинально и очень просто. Спасибо большое. И очень быстро. И очень быстро. Ну и теперь блондинка. Ну а если уж длина волос... Не такая большая. Да, не позволяет плести косы, жгуты, то можно прибегнуть вот к такой интересной технике. Так, держите. Это может быть также и градуированная стрижка, и более короткая, и более длинные волосы. И текстура может быть также абсолютно любая. То есть это подойдет абсолютно всем. Мы начесали слегка всю массу волос, прошили ее невидимками. Это у нас будет служить основой для как раз коротких стрижек, поэтому мы... То есть вы делаете еще один жгутик. Да, но не совсем жгут, такая имитация жгута. И фиксируем их как раз... На этих невидимках. Нашим невидимкам. Да. Я понимаю. То есть сейчас вы уже шпильками это... То есть сейчас вы уже шпильками это... В прическе всегда самое главное создать основу... Мы их как бы прячем, невидимки. Да, совершенно верно. Частично мы волосы оставляем распущенные, чтобы все-таки... Небрежный. Да, было небрежность. Небрежный. Небрежный. Естественность. Низкорасположенный пучок. А, собственно, концы волос оставим. Концы волос можно оставить распущенными. Тоже неплохо. Это все по желанию. Да. Хотите, можете собрать полностью. Все же будет зависеть от костюма, который вы выбрали. Если он более строгий, то, конечно, лучше собрать все полностью. Если хотите чего-то более легкого, или у вас романтичное платье, как в данном случае, то, конечно, лучше частично их оставить распущенные. Замечательно. Вот так вот быстро можно быть самому себе стилистом в любой день. Спасибо большое. Я благодарю Александру Эйдельберг за прекрасный мастер-класс. И напомню, все о быстрых укладках, а также модные тренды, помощь в подборе вашего образа, советы по гардеробу и самое настоящее преображение вы можете найти на нашем сайте. МОДНЫЙ.ТВ Оценить выбор героини, записаться на участие в программе и выслушать модные советы можно по телефону, звоните с мобильного 07-36. Будьте с нами и не переключайтесь. С вами программа «Модный приговор» на Первом канале. Мы слышим дело об искусстве быть женщиной. Итак, Елены сходили в магазин за новыми нарядами. Давайте посмотрим, что они выбрали. Елена, просим вас на подиум. АПЛОДИСМЕНТЫ Леночка, вам нравится выбор вашей коллегии, Елены? АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, так. Что это значит? Половина. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, в смысле тренда моды, асимметрия и вертикальные линии сейчас очень популярны. Но я согласен с вами, что жакет эту линию не поддерживает. Вот в данном случае он даже как-то скрывает дизайнерскую идею. И здесь, может быть, не совсем попадает в точку. Выслушаем нашего независимого эксперта. Сегодня у нас в гостях телеведущая Мария Лемешева. Здравствуйте, Мария. Рады вас видеть. Вы всегда выглядите элегантно. Здравствуйте. Вы знаете, мне, в принципе, очень нравится этот комплект. Единственное, я тоже согласна с тем, что немножко из разных опер пиджак и платье. Жакет. Жакет и платье. И, наверное, это вот главный минус этого комплекта. В остальном, действительно, вот эти вот асимметричные линии, они так хорошо все скрадывают. Вот, единственное, вы знаете, мне кажется, что все-таки, когда немножко женщина так весома, вот, не знаю, мне кажется, глубокое заблуждение, что нужно это скрывать под очень широкими какими-то такими нарядами. Мне кажется, тут чуть больше смотришься. И я очень надеюсь, что вы нам покажете что-то более приталенное, более смелое. Спасибо большое. Присаживайтесь. Дорогая, переодевайтесь за кулисами. А мы тем временем выслушаем народную артистку России Надежду Бабкину. Сама по себе идея платья хороша. И вектор, который был задан, он отличный. Я не против этого платья, но у меня ощущение, что жакет темно-синего цвета, глубокого, а платье с черной полоской. И белый, красный, и как-то вот это немножко реже. Диссонанс. Да, диссонанс есть. Спасибо большое. Ну, а сейчас слово эксперту моды Евелине Хромченко. Этот костюм в такой колористике, с преобладанием черного, с красными всполохами, с белой вертикальной этой палкой, очень напоминает конструктивистское творчество. И веет от него, знаете, драмы, революции и всеми вытекающими отсюда последствиями. На нынешнем этапе жизни этой женщины и в рамках ее профессии ей совсем не нужны никакие такие вот испепеляющие действия, которые производит ее костюм. Если брать это платье как таковое, то, конечно, с жакетом оно выглядит несколько старомодно. Как его можно омолодить? Потому что такого рода платьев много в магазинах. Купите жакет без рукавов. Пусть этот жакет без рукавов идет в пандан по длине с этим платьем. И наденьте такое платье. У него, кстати, неопределенная длина при достаточно значительной ширине с очень актуальными на сегодняшний день сапогами-чулками из мягкой замши на плоской подошве. Замша черного цвета в пандан к платью очень хорошо нивелирует вот эти вот бурные воды, разыгравшегося на платье в ображении дизайнера. Спасибо большое, Эвелина. Итак, второй выход нашей героини. Просим. Леночка, вы довольны вашим выбором? Ну да, это мне как-то ближе. Мало того, что мне привычнее, что блузка и брюки. Плюс ко всему, я же позитивный психолог, мне настолько приятно в этом цвете. Мне кажется, что даже клиенты, если будут приходить ко мне, они будут чувствовать, ну даже глядя на этот цвет, уже будут чувствовать какое-то такое мое настроение. Дорогая, ну это цвет лайм, а лайм это все-таки очень кислый фрукт. И я не вижу, как можно передать позитивное настроение этой кислотой. Я тоже, кстати, не вижу, потому что это еще цвет мимозы. Мы же прекрасно помним, какое впечатление цвет вот этой вот суховатой мимозы оказывает на трепетных людей. Мы помним это по мастеру и Маргарите. Мы знаем о том, что желтые тюльпаны – вестники разлуки. Мы беспокоимся, глядя на желтый цвет в его холодной составляющей. И еще один важный совет – квадратные накладные карманы на груди всегда уменьшают объем бюста. И если это была ваша цель, то вы добились. А также темное нижнее белье всегда заметно под полупрозрачной блузкой. Сейчас выслушаем нашего независимого эксперта. Мария Лемешева, вам слово. Вы знаете, мне очень нравится цвет. У меня в гардеробе очень много таких вещей, поэтому я, прямо увидев Елену в такой блузке, сразу стала улыбаться. Не знаю, мне кажется, что не настолько уж прям холодный и сухой цвет. Я вижу его на Лене. И потом, ну почему мы все время говорим о клиентах Елены? Ведь она же может просто пойти погулять с друзьями, подругами. Она может устроить какой-то вечер своему супругу. Пусть она не надевает для трепетных коллег эту кофточку, а блузку надевает ее для более крепких духом людей. Поэтому мне очень нравится этот комплект, мне нравятся вот эти черные брючки у Елены. И главное, она на каблучках, пусть небольших, но каблуки. Поэтому, Лена, вы молодец. Спасибо вам большое. Спасибо, Мария. Переодевайтесь за кулисами. Слово Надежды Бабкиной. Она светловолосая. У нее она мягкая. Она женственная. Она сама по себе женщина-женщина. И, соответственно, вот такие более острые, холодные вот эти звуки оттенков, они, правда, ей не идут. Диссонируют. На мой взгляд, аксессуар. Не хватает ей тогда аксессуара, который смягчил бы эту историю. И что касается брюк, ну, то, что они узенькие, да, но, мне кажется, они больше на леггинсы смахивают. А если бы они были брючками, то вообще было потрясающе. И каблук. Ну, немножко не тот. Все немножко не до. Вот, совершенно верно. Немножко не тот. Либо потоньше шпилькой повыше. Видимо, это все родом из детства. Не приучали к одежде. Лучше учись. А вот чего угодно. Набирайся знания. А одежда, это так себе. Вот времена-то как меняются, понимаете. Одежда не так себе, а главное. Спасибо большое. Елена, вам слово. Мария, невозможно не обращать внимания на то, кем она работает. Потому что вот у нас есть две здесь максимы. Это коллеги, которые не готовы видеть Елену больше в набивной цветочек, такой неряшливый. И это муж, который вообще говорит, я не обращаю внимания уже давным-давно никакого на ее одежду. Что же ненормально? Ладно бы она одну удовлетворяла цель хотя бы, но она и ту, и другую цель не достигает. Потому что на прием к такому психологу приходить просто опасно. Человек в серьезной психологической, какой-то травматичной ситуации может очень и очень обеспокоиться, глядя на этот цвет маркера. Полиграфический такой, очень активный, еллоу. А что касается мужчины, то этот цвет под названием «с порогой в морду». Он заметит только этот цвет, и больше он не заметит ничего, что тоже ненормально. Этот желтый объект не демонстрирует ни ее шею, ни ее линию декольте, что укорачивает ее шею. Зачем нам объяснить, пожалуйста, такой объект? У него еще и низ разновеликий. То есть есть ощущение того, что этот телевизор имеет внутри какой-то такой спрятанный объем, который заставляет верхнюю часть, переднюю, подниматься наверх. То есть он, плюс ко всему, еще фигуру коверкает и в этом направлении. Я считаю, что это крайне неудачный комплект. Спасибо большое, Эвелина. Третий выход. Компромисс. Понравился ли вам этот компромисс? Да, очень. Чем? Ну, он какой-то такой универсальный для меня. Я себя очень комфортно в нем чувствую. И плюс этот комплект, он как бы можно в нем и выйти и в театр, с моей точки зрения, и пойти на работу, и прогуляться вечером с мужем. То есть он для меня очень универсальный. И мне очень комфортно. Эфиры и миры, добрые люди, да? Как жалко, что у жакета нет подкладки. Мы видим эту тельняшку и сзади, и спереди, и длину рукава. Я считаю, что в вашем возрасте вы уже заработали на подкладку. Выслушаем сейчас Марию Лемешеву. Ну, не знаю, я всегда с опаской отношусь к вот таким тельняшкам, когда полосочки идут вдоль тела. И мне кажется, они дополнительно увеличивают, придают объем. Поэтому вот мне не нравится, честно скажу. Именно вот эта футболка, наверное, да? Вот судя по тому, что мы проглядываем рукава. Да, кофточка. Вот. И мне кажется, вообще перебор с полосочками, потому что еще и туфли полосатые. Поэтому вот как-то я не на вашей стороне, в смысле вот мне не очень нравится комплект. Но с другой стороны, если вот, например, что-то как-то разъединить, вот одна юбка, да, одна кофта, вот как-то сами по себе эти вещи могли бы, наверное, у вас существовать в гардеробе, но не в таком сочетании. Простите меня, пожалуйста, но вот здесь не очень мне понравилось. Но вы настолько обаятельны, что, мне кажется, все нивелируется. Спасибо, Мария. Спасибо за вас. Оптимизм и позитив. Ну а сейчас слово народной артистки России Надежды Бабкиной. Сегодня у тебя новый этап в жизни. Ты пойдешь сегодня учиться. И учиться пойдешь к высоким профессионалам. Это наши стилисты, стилисты Первого канала, которые знают эту профессию. Я очень надеюсь, что они почувствуют, почувствуют тебя как человека, почувствуют тебя как женщину, почувствуют тебя как профессионала, высокого той деятельности, которой ты сейчас занимаешься. Поэтому, Лен, набирайся там опыта, формируй себе тоже вот эти образы, а дальше ты ее компонуешь, у тебя обязательно будет база, ты на эту базу будешь надевать некие разные варианты, создавать себе настроение. Не только людям, а себе в первую очередь, понимаешь? Получай удовольствие, выходи оттуда, красавица, а мы тебя поддержим обязательно. Спасибо большое, Надежда. Слово Эвелине Хромченко. Психология – это какое-то ваше хобби, может быть, какое-то вдохновение души. Может быть, все рассосалось по причине того, что дети выросли, и стало меньше едоков в семье. Не так часто нужно готовить, может быть? Нет. А почему? Ну, потому что что-то изменилось во мне, и я научилась принимать, ну, как сказать, у другой человека другой мир. У мужчины вообще другой мир. Скажите мне тогда, пожалуйста, почему так категорично вы относитесь к своему костюму? Посмотрите, что вы выбираете, да, вот как только вам дали волю, вы делаете то, что вы делаете. Вы бьете в морду цветом, причем берете такой прямо вот максимально активный, а потом вы работаете на контрасте, при этом засовываете в костюм весь контраст, который был в ассортименте магазина. Не то, чтобы вы взяли один элемент, скажем, полосатые туфли, вы взяли все элементы. Вы выбрали даже блузон контрастный сам по себе, чего хватило бы уже полностью и целиком. Мне, например, психологам не надо быть, чтобы понимать, что у вас, судя по двум последним выходам, существуют еще некоторые проблемы, я не знаю, там, с мужем ли или с чем-то другим, возможно, с самореализацией, с какими-то мечтами, которые вы сейчас вот пожинаете и понимаете, что ну не тот цветок вырос, черт подери, хотел-то гладиолус. Я не знаю, что с вами происходит, но происходит явно что-то не то. Спасибо большое, Эвелина. Настало время отправить нашу героиню Елену в волшебную комнату к стилистам. Меняйтесь там, преображайтесь и радуйте всех. Ступайте, дорогая. Кто придумает стилисты для Елены, увидим скоро. Не переключайтесь, будьте с нами. С вами программа «Модный приговор» на Первом канале. Мы слышали дело об искусстве быть женщиной. Итак, наша героиня Елена побывала в волшебной комнате стилистов, но не видела в отражении своего нового образа. Давайте ее поддержим аплодисментами. Елена, на подиуме. Спасибо. Елена, как вам новый образ позитивного психолога? Вообще необыкновенно. Что бы сказали вы, если бы увидели такую даму на улице в Нижнем Новгороде? Восхитительно. Нравится? Солнечно? Да, очень. Спросим вашего истца Елену, пожалуйста. Действительно потрясающе. Очень эффектно, ярко, стильно, элегантно. Вот сейчас вы полностью соответствуете званию «Истинная женщина». АПЛОДИСМЕНТЫ Приятно это слышать, правда? Очень. У меня прям слеза. Действительно, вы удивили нас, поразили до глубины души. И я желаю продолжать этот праздник вместе с вами. Переодевайтесь. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Надежда, как вам это переодевание? Мне нравится. Я вообще всегда за яркую палитру в одежде. И если я вижу подобную женщину, хочется посмотреть, хочется на себя примерить. Ну а как? Мы же как обезьянки смотрим. Ага, у меня такого нет. Надо, пожалуй, либо где-то прибомбить, прикупить, либо надеть, либо что-то сотворить. Поэтому то, что придумали стилисты, мне кажется, это очень хорошо. Хорошо, потому что это весна, потому что это тепло, потому что это ярко, потому что солнце. Это настроение. А весной у нас, да и по осени, собственно, обострение. Поэтому психологи нужны позитивные. Грузить их будут по полной. Поэтому я рада, что стилисты некую охрану придумали Елене. АПЛОДИСМЕНТЫ Замечательные слова. Уведу на вашу оценку. Ну вот, пожалуйста, оказывается, есть прекрасный оттенок желтого для ярых любительниц этого цвета. Позитивно, позитивно. В глаза не бросается, ну, не до такой степени активно, как лайм, который пожирал всё на своём пути. Но самое важное, что в этом комплекте есть, это, конечно, плащ витального оранжевого цвета. Такой излечат кого угодно от чего угодно. Спасибо большое, Эвелина. Итак, второй выход героини. Просим. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ Леночка, как вы себе в крупный горош? Очень прекрасно. Теперь я думаю, что во мне будет все гармонично. И внутренне, и внешне. И реально я чувствую, что просто у меня открыли какой-то новый путь, чтобы можно было объединить внутренний с внешним. И я готов к каким-то новым свершениям. Я прям чувствую себя совершенно иначе. Прекрасно. Выслушаем вашу подругу Людмину. Леночка, ты такая красавица. Ты просто позитивная, элегантная, необыкновенная. Наконец, правильно ты сказала, не расходится твой внешний и внутренний мир. И вот так и должен выглядеть позитивный психолог. Ты мисс позитивность. Молодец. Спасибо. Спасибо большое. Дочь Наталья, вам слово. Я считаю, что это просто великолепно. Стилисты сотворили что-то божественное с прической и макияжем. И вот старый макияж, он настолько был. Вот мне всегда он не нравился. И вот это вот, наконец, я надеюсь, ты будешь его поддерживать на лице, потому что это выглядит просто восхитительно. Спасибо. Вот видите, как важно соединить прическу, макияж, аксессуары. Оставьте этот божественный букетик цветов на столе. И ступайте переодеваться. Мнение подруги Елены. Я тебя много лет знаю, Лену. Она всегда вызывала у меня такое хорошее чувство. Она человек светлый, очень приятный в общении. И хотелось бы, чтобы вот это... Мне всегда хотелось, чтобы в ней было чуть больше романтики, элегантности. Она человек мягкий, добрый, очень светлый. И сейчас вот такое прекрасное преображение, просто прекрасное. Что-то появилось такое, знаете, чего я в ней, может быть, даже и не видела. Какая-то такая загадка. И приятно, приятно смотреть и разгадывать даже мне после 30 лет знакомства. Приятно слышать. Спасибо. Надежда, вам слово. Наряд сочный, довольно-таки женственный. И в то же время есть романтичность. Мне, меня как бы вот ничего не отталкивает. Вот нормально. Я бы, наверное, тоже пообщалась с таким психологом, поговорила о жизни. Любопытно. Спасибо большое. Казелина, вам слово. Мне кажется, стилисты проникнулись к нашей героине, потому что внутри этого комплекта запаковано целых три. Ну, во-первых, этот замечательный жакет без рукавов, трехцветный, и сумку двухцветную нужно непременно носить с голубой рубашкой, которая очень напоминает мужскую, но все-таки сделана из какого-то более нежного материала, вроде шифона. Таких сейчас достаточно много, продается во всех демократичных марках, потому что голубые рубашки – это тренд сезона. Они очень ликвидные, и все их производят. Такую рубашку и такой жакет можно было бы носить в комплекте с черными брюками или с бордовыми брюками, то есть выбрать один из дополнительных цветов, запакованных непосредственно в жакете. Если говорить об этом крупном горохе на белой блузке, то, конечно, его будет вполне достаточно для того, чтобы сделать веселым самый скромный, и иногда даже бывает такое, что и скучный, брючный черный костюм. Ну, а брюки яркого фуксиевого цвета будут отлично смотреться в комплекте с самыми разными белыми блузками, рубашками и довольно широкими майками и сникерсами, потому что сами по себе они довольно солидные, но, с другой стороны, очень активного цвета. И это заставляет думать и пытаться вписать их в какой-то более современный контекст. Я бы их, конечно, еще с удовольствием укоротила. Спасибо большое. Третий финальный выход Елены. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Леночка, вот уж никогда бы не подумал, что цвет провансальской лаванды так вам подойдет. Как вам это платье? Очень неожиданно, но прям я чувствую себя, ну, как-то какой-то роскошной такой, роскошной женщиной. Давайте спросим вашего супруга Виталия, пожалуйста, Виталий. Очень даже здорово, сотворили маленькое чудо, я рад, благодарен. АПЛОДИСМЕНТЫ Видите, такая поддержка. Спасибо большое. Такая поддержка со стороны ваших друзей, семьи. Это так прекрасно и так позитивно. Выслушаем все вместе модный приговор от Надежды Бабкиной. Лена, я очень рада, что стилисты действительно придумали такие прекрасные одежды. Они пригодятся в жизни очень даже крепко. И правильно сама сказала, что это некий новый виток какие-то. Вот что-то произошло такое, такая гармония, про которую всем рассказываешь, а сама без сапог, понимаешь ли. А теперь точно и сапожки нашлись, и туфельки, как говорится, и платьица хорошие, и брючки, и тебе все это, пожалуйста, и яркость, и вся жизнь. А самое главное другое. Виталий, надо говорить почаще хорошие качественные слова. Маленькое чудо, прелестно, ты хорошенькая, ты ни на кого не похожа, ты у меня самая-самая из самых. Понимаешь, ты мне просто близкий человек, ты моя душа, ты моя песня, ты моя жизнь. Ты понимаешь, я тебя обожаю и люблю, особенно в таком роскошном платье. Дарю тебе с любовью эти розы и говорю тебе, приглашаю на свидание. Она растаяла и упала, понимаешь. И никакой психолог больше здесь не работает, понимаешь. Она просто становится женщиной, женщина, женщина, которая точно так же хочет услышать вот эти, примерно эти слова, как те, которые приходят к ней за помощью. Спасибо большое. Ну а сейчас модный приговор от эксперта моды Эвелины Хромченко. Мне кажется, это платье не оставило вашего мужа равнодушным. В материалах дела я прочитала, что конфетно-букетного периода у вас, собственно говоря, так и не было. И сдается мне, что благодаря этому платью ваш конфетно-букетный период наконец начался. Спасибо большое. Ну а мы с вами завершаем нашу программу и переходим к голосованию. Дорогая Леночка, оставьте букетик цветов на столе, дворецкие, привезите вещи на подиум, а вы подойдите ко мне в центр. АПЛОДИСМЕНТЫ Позвольте вас поздравить, задать вам важный вопрос. Елена, что вам больше понравилось? То, что ваша коллега и вы нашли в магазине, вот эти прекрасные, позитивные вещи, где так много света и тепла? Или вещи наших стилистов? Конечно, несравненно. Я теперь даже на это смотреть не хочу. АПЛОДИСМЕНТЫ Все внимание на экран. АПЛОДИСМЕНТЫ 10% в пользу Елены, 90% в пользу наших стилистов. Эти наряды вам в дар от модного приговора. Ну что ж, а если вы, так же как психолог из Нижнего Новгорода, Елена Агроник, захотите стать участником модного суда? Заполняйте анкету на сайте первоканала.мода.1tv.ru Сегодняшнее заседание закрыто. С вами прощаемся. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова АПЛОДИСМЕНТЫ